Я сегодня поговорю про извлечение именованных сущностей из текста и довольно удобный инструмент для этого, который называется Spacing. Собственно говоря, план наш будет такой. Я немного расскажу о том, как работает Spacing в целом, какие компоненты в него входят, для чего он предназначен, какие его сильные стороны. Возможно, немножко коснемся, какие недостатки у него тоже имеются. Вторым пунктом я чуть детальнее остановлюсь именно на тренировке моделей, связанных с излечением именованных сущностей, как это делать в Spacing. Ну и поделюсь там некоторыми своими болями, в чем было классно и в чем не удалось, скажем так, получить желаемого результата с помощью Spacing. И последним моментом я остановлюсь на возможностях расширения Spacing, которые у него просто замечательные, которые позволяют строить целую экосистему, скажем так, каких-то библиотек и библиотеки продуктов вокруг Spacing. Ну и собственно говоря, начну с того, что у нас представляет Spacing, кто стоит за этой библиотекой и что рядом с ней можно увидеть. Итак, Spacing идет в связке, во-первых, такой библиотеки, как Think. Библиотека именно Deep Learning для текста. Собственно говоря, это те же самые авторы. Грубо говоря, это внутренности Spacing, скажем так. Его можно использовать для тренировки каких-то собственных решений. Единственный минус, этот Think сам по себе практически не документирован. Поэтому надо разбираться в коде. Он как бы не совсем для, скажем так, массово стороннего использования. Специфический для Spacing был разработан. И вот относительно недавнее дополнение в семействе этих продуктов, в этих библиотек. Spacing и Think, кстати, это у консорса решение. А вот библиотека Prodigy, которая, библиотека, скажем так, это такое веб-решение для лейблинга текстовых данных, для размещения мнованных сущностей, каких-то данных по классификации текста. Это уже, во-первых, коммерческий продукт. И работают в связке с Spacing, скажем так, уже относительно недавнее расширение этого всего дела. За всеми этими тремя продуктами стоит компания Explosion AI, небольшая компания, которая занимается разработкой этих библиотек, и, собственно говоря, консультирование, их бизнес-консультирование вокруг опенсорсных решений. Идеолог и основатель Мэтью Ваннибал, человек, в 2009 году защитил PhD, связанную с NLP, и в скором времени перешел из университета, из академической среды в индустрию. Вот. Собственно говоря, Spacing. Что это такое, для чего предназначено, для чего оно задумывалось. В принципе, существуют другие довольно популярные решения для библиотеки, для решения задач, связанные с обработкой естественного языка. Популярные там НЛТК, Стэнфорд НЛП, замечательные решения, но они не совсем были нацелены на, скажем так, быструю и легкую работу уже конкретных продакшн-решений. Немножко более набор ключей и гаек, а не готовый какой-то продукт. Спейс изначально было задумано как готовое решение, которое быстренько взял и вперед с ним уже что-то делаешь. Буквально парой строк кода. Это бесплатное опенсорсное решение и написано чисто на Python, хотя не там CPython, который компилирован под капотом использует, что обеспечит его довольно быструю работу. Да, предназначен для работы с большими объемами текста. Кейсы, которые используются, это Information Extraction, Language Understanding, то есть понимание языка, да и просто какая-то предобработка текста, токенизация, лимитизация, разбиение на предложение и так далее, тоже по отдельности можно использовать эти компоненты из состава Спейси. Чем сразу Спейси не является? Это не какая-то платформа либо готовый API, хотя забегая вперед скажу, что практически так, очень схоже можно использовать. Это все-таки библиотека. Это библиотека. Ну и Спейси это не исследовательский инструмент, а готовый для продакшен решения. То есть это тот лозунг, с которым они выпустили его в мир. Спейси, переходим ко второй части Спейси, как инструмент основан на концепции pipeline, то есть цепочки, то есть последовательной обработке текста. Что мы здесь имеем? Какие компоненты или какие фичи входят в Спейси? Довольно стандартный набор для обработки естественного языка. Это первое, токенизация, разбиение на отдельный ток, слова по сути дела, part of speech tagging, то есть определение частей речи, dependency parsing, то есть определение зависимости в пределах предложения, какое слово от какого синтаксически зависит, и построение этого дерева зависимости. Следующее это определение границ предложений, которые работают в Спейсе как раз на основе зависимости, которые на Спейсе находят между словами, по сути дела, не просто по точке, как мы понимаем, точка может намного чаще встречаться, нежели разграничение предложений, а вот именно по синтаксическому дереву. То, о чем мы сегодня говорим, name entity recognition, то есть определение именованных случайностей, similarity, то есть похожесть текста, похожесть предложений каких-то фрагментов текста или отдельных слов, ну и дополнительные такие полезные примочки, как какой-то мэчинг на основе четких фиксированных правил, тоже в Спейсе имеются. Ну и, конечно же, модели можно тренировать, тренировать в Спейсе, что является необходимым для его успешной работы. Итак, что нам необходимо для того, чтобы начать работать в Спейсе? Естественно, это Python библиотека, поэтому нам необходимо работающая Python окружение, Python третий, либо Python второй, пожалуйста, ставим библиотеку Спейси. И второй необходимый компонент, это модели, модели, предобученные модели Спейси. Их несколько вариантов. Ну, во-первых, Спейси поддерживает, имеет предобученные модели, скажем так, для, если мне память сейчас не изменяет, по-моему, 8 языков. И в каждом из языков есть вариации, модели чуть меньше, модели чуть больше, ну, они, соответственно, больше и меньше нанимают место на диске, и время загрузки и так далее. И, с другой стороны, больше векторов слова имеет и меньше и так далее. То есть, соответственно, влияет на точность. Когда мы имеем библиотеку Спейси, когда мы загрузили модельку, дальше, собственно говоря, нам надо приступить к работе. В нашем ходе мы делаем импорт библиотеки, мы взываем функцию, которая загрузит, загрузит, загруженную раньше модельку, предобученную, Спейси лоуд, и указываем название модели, языка, собственно говоря, который мы с вами уже предварительно загрузили. И дальше вся магия, собственно говоря, и будет выполняться с помощью вот этого объекта NLP. Мы его именно в качестве параметра указываем текст и получаем в результате пропарсинный документ. Вот с этим, из этого документа мы уже будем извлекать всю ту информацию, которая нам полезна. И об этом далее. Об этом далее. То есть, по сути дела, когда мы называем вот этот метод NLP, эту функцию, по сути дела, NLP, то мы проходим всю вот эту цепочку, весь pipeline, который имеется в Спейсе. Первым этапом в этой цепочке выполняется токенизация. Мы разбиваем текст на отдельные по сути дела слова, либо вот токены, как мы говорим. Есть встроенный токенизатор. Естественно, можно его как-то модифицировать, если у вас какие-то особые требования. И кастомизировать встроенный довольно неплохо работает. Кроме того, что мы просто разбили на отдельные токены, мы еще получаем множество полезных для анализа атрибутов этих токенов. Я не буду говорить про банальный начало-конец и так далее. Из интересного, что я бы отметил в Спейсе, такие атрибуты, как похожесть на цифру, где комбинация цифры с текстом, либо та же цифра, допустим, 1, 2, 3, текстом написанной будет восприниматься like number, то есть похожая на цифру, но не явно просто цифры, не числом, как символом записанным. Похожесть на валюту какую-то, похожесть, что этот токен похож на email. То есть не по четким правилам, а все-таки исходя из каких-то инсайтов из текста, Спейси выделяет и добавляет вот эти вот атрибуты в токен. Очень полезная штука. Дальше у нас идет в стандартной цепочке действий Спейси определение частей речи и зависимости между токенами. То есть, по сути дела, мы определяем, как в примере здесь, чем является, промечает Спейси, какой частью речи является каждый токен, и самая важная вот эти вот зависимости. У нас всегда у каждого слова один или ноль, скажем так, паран, родитель токен, ну, ноль получается родителей, если это токен верхнего уровня в пределах предложения, вот, и некоторое количество дочерних токенов, ну или же ноль, если вниз по дереву зависимости уже ничего не идет. Мы можем очень легко проходить по токенам в нашем документе, просто итерируя по нашей переменной док, то есть документ, который содержит весь этот распарсанную информацию, и получать соответствующую информацию с каждого токена, включая и текст его, и part of speech, то есть части речи, и тег зависимости. Очень полезная штука, которая у нас исходит из анализа зависимости в пределах предложения, это выделение таких кусков текста чанков, которые вокруг у нас существительны. Ну, к примеру, вот у нас очень простое предложение здесь есть, и мы после анализа зависимости выделяем вот некоторые вот эти вот фразы вокруг существительной. Автономные машины, autonomous cars, insurance liability, например. Ну и manufacturer, здесь у нас отдельно стоящее получается слово. То есть мы уже группируем слова в такие более крупные фразы, что тоже пора бывает очень удобно и полезно для анализа. В частности, мы можем явно понимать, какие фразы в дереве зависимости вперед или назад находятся, что бывает очень полезно для идентификации связей между какими-то сущностями, которые мы находим. Ну и следующий этап, он стандартно включен, опять же, в pipeline space, это извлечение именованных сущностей. Опять же, работает элементарно просто. Мы имеем итератор ends, сокращенно от entries у нашего объекта document. Мы получаем некоторый список этих именованных сущностей. Для каждой мы можем из этих именованных сущностей увидеть текст этой именованной сущности, с какого по какой токен начинается, с по какой по какой символ предложений, точнее, во всем этом документе он находится, ну и, собственно говоря, какой лейбл у этой именованной сущности. Что это за именованная сущность? Вот, к примеру, у нас очень простое предложение Apple is looking at buying UK Startup. Здесь у нас явно Apple организация, не просто яблочко, организация, с нулевой по пятый символ, а UK это географическое название, с 27 по 31 символ. При этом, замечу, что мы ничего не тренируем здесь, мы используем готовую, предобученную модель, которую вот Spacey натренировали на достаточно большом корпусе текстов. Чуть дальше я коснусь, остановлюсь по поводу именованной сущности, какие именно бывают и как тренировать дальше чуть больше. Следующее, ну, word vectors, то есть векторное представление слов и похожесть слов и текстов. Ну, для того, чтобы мы могли в принципе работать с текстом в цифровой форме, мы их переводим в векторное некоторое пространство. В Spacey здесь особенно ничего не изобретали нового, используют под капотом библиотеку Gensim и, собственно говоря, Spacey сам по себе Word Embarance не тренирует. Векторное представление берется из, собственно говоря, Gensim, то есть стандартный, довольно распространенный алгоритм WordVec, просто он, собственно говоря, зашит в этой модели, вам не надо его отдельно как-то загружать. Вот. С помощью схожести текста вы можете элементарно определить, насколько тот или иной токен похож на другой, или же брать, скажем так, схожесть текстов тех же предложений или абзацев либо всего текста в цене. Единственное, следует понимать, что, когда мы говорим о similarity на уровне документа либо какой-то части документа, то в Spacey базовый довольно простой механизм сравнения, просто усреднение, по сути дела, векторного пространства в пределах заданного вами фрагмента текста либо всего текста. Вот. Ну и, собственно говоря, мы подошли к вот этому понятию цепочки. Еще раз, здесь на слайде показана стандартная цепочка, стандартный pipeline, который вы получаете, загрузив Spacey и загрузил необходимую модель для Spacey. Она получает токенизатор, таггер, part of speech, то есть части речи, парсер, это зависимости и излечение именованных сущностей. При этом какие именно компоненты зависят от того, какую предобученную модель вы загрузите об этом тоже мы сейчас остановимся и будете ли вы что-то кастомизировать в этой цепочке. Вы можете исключать какие-то этапы, обычно с конца мы можем исключать, потому что они друг от друга зависят, или вы можете свои собственные компоненты добавлять в свои собственные либо в сторонних библиотеках, добавлять и тем самым расширять эту цепочку. И при этом вся магия все равно происходит вызовом одной функции NLP, указав параметр тот или иной текст. Буквально пару слов по архитектуре. Какие основные объекты в Spaces, с которыми вы будете работать. Основная связка это три объекта. Это Dock, Token и Span. Они внизу с левой стороны. Dock это документ, который прошел эту цепочку, содержит исходный текст и всю извлеченную из этого текста информацию по сути дела. Документ это определенный контейнер, который содержит всю информацию о обработанном тексте. Token это объект отдельного слова по сути дела в этом тексте он является некоторым интерфейсом к той информации, которая находится в документе, но вот конкретно отдельный токен. И Span это кусок текста, произвольный кусок текста, допустим, с второго по третий токен или допустим куском текста может считаться предложение. Вот. Тоже является своеобразным интерфейсом к документу. Token Span они по сути дела свои информации не содержат, а скажем так обращаются с информацией к исходному документу. Интересный объект Language он по сути дела является контейнером вашей модели по сути дела и его методы используются для прогонки или обработки заданного вами текста. Lookup по сути дела у нас является хранилищем информации таким Lookup хранилищем информации по заданному документу. Ну и там вспомогательный Накинайзер стримстое и так далее не буду на них останавливаться детально. Преимущества Space Одно из главных преимуществ это точность. Второе это скорость. По крайней мере так заверяют авторы библиотеки ну и на свой субъективный взгляд действительно практики применения подтверждается. Есть некоторые сравнения в принципе авторами Space предоставлены сравнение точности Space в ряде задач. Здесь допустим у нас синтаксический парсер то есть не уверяют что Space работает в пределах плюс-минус одного процента точности вот таких лидирующих бенчмарков на данный момент по поводу точности в излечении именованных сущностей тоже результаты довольно неплохие и вот опять же на мой субъективный взгляд и коллеги которые делились опытом действительно неплохо работает даже на небольших объемах тренировочных данных если вы тренируете какие-то свои модели здесь результаты берутся для наиболее крупной модели на английском языке и тренируются модели на таком достаточно большом корпусе on the notes fly который содержит большое количество именованных сущностей для тренировки модели если говорить о моделях английского языка то здесь у нас есть модель SM 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 medium LG большая плач вы видите они разного размера все эти три модели содержат полный набор компонентов от токенайзера до извлечения именованных сущностей отличаются размером и количеством по сути дела ключей вот в этом наборе векторизаторов скажем так воркенберинс количество воркенберинс и есть у нас отдельная модель она содержит больше воркенберинс но не содержит ни синтетоксического анализатора ни не извлечения именованных сущностей но на большем датасете обучено это у нас датасет собственно говоря из википедии взятки теперь остановлюсь больше на тренировке как собственно говоря работать с спейсом если вам необходимо извлекать именованные сущности но как правило задача у нас извлечения именованные сущности заключается в том что мы ищем что-то свое специфическое и для этого нам необходимо тренировать но для начала всегда полезно посмотреть а что же спейси умеет находить из коробки из коробки у нее практически около 15 именованных сущностей которые вот здесь на слайде представлены это довольно типичные именованные сущности из текстов на общую лексику которую собственно говоря по корпусу антонос 5 был натренирован вот вот эта способность спейси находить именованные сущности из коробки я допустим частенько использую для своих задачах для развлечения каких-то кастомных извлечения кастомных именованные сущности допустим мне надо найти какую-то к примеру именованную сущность связанную с деньгами каким-то конкретными деньгами ну не знаю значение какого-то EBITDA к примеру в документах в отчетах и так далее но мне надо его четко отличать от других денежных так вот у меня есть размеченная информация по той сущности которая меня интересует но в документе находится очень много информации о других денежных которых мы не знаем они нам не интересны так вот один из трюков что я использую спейс могу прогнать эти статьи дотренировать на те деньги которые нас не интересуют но зато модель будет лучше их отличать уже в будущем и более точно извлекать необходимые нам сущности поэтому даже не используя понимая что мы не ограничиваемся встроенными именованными сущностями все равно пользоваться ими довольно получается полезно итак собственно говоря пример как мы можем воспользоваться предобученными именованными сущностями как я уже говорил мы загружаем модельку мы вызываем нашу функцию NLP которой мы передаем наш текст и в результате этой обработки получаем информацию в документе в переменной doc по именованным сущностям через итератор doc енс через итератор енс именованная сущность это по сути дела кусочек текста поэтому это span это span и собственно говоря мы можем аналогично как произвольный кусок текста знать где он начался где он закончился текст его и так далее ну и специфично для это конечно же лейбл то есть что за entity мы с вами нашли в спейсе есть возможность в коде скажем так вручную задать ту или иную именованную собственность допустим в этом примере у нас есть некоторые тексты первые токены это fb фейсбук сокращенно и space его не не распознает что делать первый простейший вариант задать span сказать с нулевого по первому то есть первым по сути дела толком это у нас будет все-таки организации и добавить его вручную добавить его к списку собственно говоря так извините добавить его к списку наших найденных именно лунных сущностей так работает все но надо понимать что мы не получим сугубо специфических вещей которые мы которые мы имеем после определения именовных сущностей в частности это вот лейбл мы его конечно не получим после ручного назначения ну и наверное это не самый интересный момент мы конечно же хотим получать именованные сущности в результате автоматического нахождения или с помощью наших механизмов машинного обучения для этого мы должны обучить что нам необходимо для обучения нам для обучения необходим размеченный некоторый корпус документов ну к примеру данном коротенько предложении мы имеем маленькое предложение facebook released reacting to sound and for him это просто набор токенов которые представляют собой предложение и мы размечаем что у нас здесь организации есть технологии есть дата здесь используется схема так называемая below обозначения именованных сущностей в которой используются буквы заглавные B-I-L-U-E-O beginning первая первый токен в entity i in внутри получается промежуточное слово last как мы видим здесь вот эта буква используется перед собственно говоря названием entity ну и у нас соответственно есть you в том случае когда у нас entity представлена единым одним единственным одним единственным словом токеном и all используется для тех точнее это ноль по сути дела для тех токенов которые не имеют никакого произвольный текст нет нет эта информация вся вместе с обработанным документом загружается в объект gold parse это объект gold standard по сути дела правильных данных разметки вот ну и у нас соответственно происходит тренировка тренируется нейронная сеть которая собственно говоря будет содержать необходимую вам разметку новых именованных сущностей очень простой код в документации расписаны примеры как тренировать детально наверное на самой тренировке не буду останавливаться ну и обученную модель вы сохраняете у себя на диске для последующей загрузки более изящный формат для который спейси используют для собственно говоря описание тренировочных данных это формат предложения и в качестве джейсон строки набор entities здесь у нас 0.4 это начальный символ конечный символ и собственно говоря сам тег нашей сущности которая относится в данном случае у нас вот Uber размечена как организация первой строки Google как вторая дальше собственно говоря мы аналогичным способом как на предыдущем слайде извините коллеги скучают да и собственно говоря мы мы можем натренировать модель на таком наборе тренировочных данных и получим наши именованные сущности каковы могут быть цели тренировки вы можете адаптировать уже предобученные именованные сущности которые есть в модели из коробки подогнав под вашу конкретную задачу или же вы можете тренировать абсолютно новые именованные сущности вот если вы будете тренировать абсолютно новые именованные сущности вы добавляете вот по сути дело новые лейблы в ваш тренировочный механизм, ваш тренировочный скрипт и прогоняйте ваши данные через этап тренировки. Есть одна очень интересная проблема в Space, связанная с тренировкой новых моделей. Если вы хотите тренировать модель на какие-то свои сугубо специфические именованные сущности, вы берете пустую так называемую модель, натренировали что-то свое. При этом вот их 15 предварительно обученных именованных сущностей не будет. Если вы хотите сохранить 15 существующих и добавить свои новые, то здесь возникает проблема. Space может абсолютно после тренировки абсолютно забыть о тех 15 ранее существовавших. Для того, чтобы этого не произошло, вы должны применять, скажем так, трюк, который называют Save the Rehearser. По сути дела, что это такое? Вы берете тот датасет, который у вас есть и, по сути дела, прогоняете его через Space, извлекаете уже известные ранее именованные сущности и смешиваете все с размеченным вами датасетом. Это позволяет Space в процессе тренировки не забывать то, что он знал, грубо говоря, раньше. Об этой проблемке рекомендуют не забывать, когда вы тренируете сущности. Здесь, собственно говоря, пример, как это реализуется, пропустим. Есть одна очень интересная задача, которая частенько всплывает при излечении именованных сущностей. Это определение уверенности в том, что та или иная именованная сущность является именно тем, чем ее отметили. Ну, допустим, Apple. Насколько мы уверены, в шкале от нуля до единицы, насколько мы уверены о том, что Apple это действительно организация, либо UK, что это географическое название. И вот, к сожалению, Spacey из коробки не обладает механизмом, который бы давал вот этот вот confidence core. Насколько он уверен, что это сущность та, которую он нам разметил. Механизма такого нет. С точки зрения подходов на гитхабе Spacey проекта идет давнейшую давнейшую дискуссии по этому поводу. Есть два предлагаются способа. Первый, это так называемый Beam Search механизм, который перебирает, по сути, все возможные варианты, сравнивая их, и он возвращает confidence core, насколько он уверен. Очень существенный недостаток этого подхода, что работает. Она раз 16 медленнее при прогнозировании, при извлечении сущности, чем без него, скажем так, что очень замедляет выдачу результата. Ну и точность, скажем так, на вскидку была не очень высокая. Ну и оценки, которые производились, в моей задаче были не особо высокие. Другой подход, собственно говоря, заменить оптимизатор на логистическую регрессию, вот скажем так, внутри Spacey. Но реализация еще не подоспела нормально в Spacey и стабильная, поэтому пока это в качестве идеи только рассматривается. Нигде готовых решений по этому поводу никто пока еще не предложил. Здесь, собственно говоря, рекомендуемая реализация Beam Search в Spacey. Это, по сути дела, недокументированная возможность, но вот при решении такой задачи ее, как один из работающих вариантов, рекомендую. Но от себя, наверное, добавлю, что для меня, наверное, один из существенных недостатков при извлечении сущности, что в Spacey все-таки нет этого конфиденциального. Очень хотелось бы. Как мы можем расширять Spacey? Последняя, скажем так, часть моего сегодняшнего доклада. Помните, я показывал, что в Spacey есть пайплайн, цепочки, которые мы вызываем. Теконизейшн, парсий, депенденсий, мерк. И мы можем добавлять свои собственные компоненты. Свой собственный компонент это, по сути дела, функция, которая принимает документ на входе и возвращает документ, обработанный на выходе. И можем добавить этот новый свой компонент где-то в этой цепочке, в указанном нами месте. Что будет делать этот компонент? Уже решать вам. Сторонние разработчики очень активно используют для расширения Spacey и для конкретных каких-то своей задачи этот подход. Ну и тоже очень полезная возможность для работы с документами, которые обработал Spacey, это расширение атрибутов, свойств и методов. По сути дела, мы делаем что-то свое и не хочется создавать какие-то отдельные структуры для представления документа, предложения, токена. Они у нас уже есть. Так вот, в процессе обработки мы прямо в эти вот структуры документа с пена либо токена можем что-то свое дописывать. В Spacey это предусмотрено через такую псевдопеременную нижнее подчеркивание для того, чтобы отделить от атрибутов и методов, которые встроены в Spacey. Вы можете определять свои собственные атрибуты, свои собственные методы и активно их применять в работе. Вот такая вот всего лишь два пункта по сути дела расширяемости компонент и кастомные атрибуты и методы позволяют довольно активно использовать Spacey в каких-то сторонних проектах, которые на базе Spacey возникли. Они просто используют Spacey в качестве инструмента работы, базового инструмента работы с NLP либо как-то его расширяют с другой стороны. На сайте Spacey есть раздел Universe, в котором вы найдете множество полезных и интересных проектов, на какие-то кастомные уже задачи заточенные. И собственно говоря, из наиболее интересного такого общего плана расширения библиотека Texasy, которые позволяют, как они говорят, before and after Spacey. То есть некоторые задачи, которые в Spacey не реализованы, либо чуть более высокоуровневого характера, но позволяют, скажем так, ряд стандартных, скажем так, или сопутствующих стандартных задач при работе с текстом решить избавиться от, скажем так, рутины с помощью этой библиотеки. Тоже полезно, про нее не забывали. Ну и целый ряд других библиотек. Допустим, довольно интересное решение RAS NLP. Очень его интенсивно применяют для разработки чат-ботов, для анализа текстов, для определения intention, что было написано в чате, то есть какова цель этого предложения, этого текста и так далее. Ну и ряд других схожих библиотек и расширений. Вот. На этом у меня, пожалуй, все. Надеюсь, я как-то вот осветил возможности Spacey, которые он предоставляет. В целом, от себя, так вот, короткое резюме. Чем все-таки хорош Spacey? И вот почему он все-таки зацепляет? Инструмент, который ты берешь и очень быстро, скажем так, получаешь результат. Когда тебе необходимо быстро прототипировать, это, наверное, Spacey. Скорость работы, это, наверное, Spacey. Предобученные модели и все в одном месте, буквально парой команд либо действия готовые, это Spacey. И даже вот в библиотеках или вот в этом universe, который вокруг Spacey есть, есть готовое решение, которое позволяет, скажем так, положить Spacey в Docker контейнер и вызывать в качестве простого REST API. По сути дела, вы без какой-то разработки можете получить какие-то стандартные возможности Spacey в виде практически готового REST API сервиса. Но только, естественно, on-premise. Вот. Поэтому, пожалуй, довольно-таки рекомендуемое средство при работе с задачами Nokia. У меня все. Всем спасибо за внимание. Спасибо. Да, ну и если есть вопросы, конечно же, буду рад. Сейчас ответить. Конечно. У меня есть вопрос. Это Сергей Ланякин. У меня вопрос про саму комьюнити, которая вообще разработчиков развивает эту библиотеку и все, что вокруг. Насколько оно развито, чтобы именно в продакшене и на интерпрайзе использовать? Я сейчас не скажу, сколько там звездочек у него на GitHub, но комьюнити действительно большое. Это одна из рекомендуемых библиотек при работе с NLP. В принципе, серьезный продакшен-реди продукт. И сейчас у нас актуальная версия 2.0.18. Сейчас активно идет разработка новой версии 2.1. Она, по-моему, в альфа-состоянии сейчас. С множеством интересных плюшек. В частности, новые подходы к векторизации текста. Те же Elma, Madeleine, Bert, то, что недавно вышло и так далее. Довольно активно они воспринимают то, что новшество со стороны. Поэтому даже по гугле можно увидеть большое количество статей, большое количество примеров. Активно на Kaggle применяются Spaces на разном уровне. Как первые несколько компонентов Tokenizer, Parcer, Reach и так далее. Либо целиком. Поэтому комьюнити довольно большой. По этому поводу можно не сомневаться. Спасибо. Пожалуйста. У меня еще будет вопрос. Если есть какой-то аналог на языке R, а не на Python, если вы знаете, можете сообщить. Было бы интересно. Я просто снимаюсь на Aria, было бы интересно это поделать. Именно на Aria, если есть какой-то аналог. Да, я понял. На Aria с текстом интересно, но... В Spaces есть интерфейс на R. Я его, честно говоря, сам не проверял, но точно помню, что вот в этом разделе Universe есть интерфейс, который позволяет использовать Spaces в R проектах. Я понимаю, что это немножко получается уже так через черник звездам, но это, собственно говоря, та же проблема, как, допустим, Stanford NLP. На Java написано, для того, чтобы использовать его, к примеру, в Python, все-таки подключаем промежуточный этап и так далее. За счет этого он получался медленнее. Одна из причин. Какого-то полного аналога я, Варе, не подскажу по памяти. Единственное, что могу сказать, это вот интерфейс ARC. Понял, спасибо. Пожалуйста. А формат экспорта модели, это может быть PMML? Нет, PMML он точно не поддерживает. PMML. Модели у него, собственно говоря, это набор бинарных файлов. Это определенный набор, скажем так, нескольких папочек. Моделька получается довольно большая, потому что там и внутри будет и Word Embarrass, и вся информация по синтексическому анализатору. По сути дела, смотрите, если вы тренируете свою модель для named entity extraction, то есть для извлечения именованных сущностей, вы берете за базу какую-то существующую модель, на базе нее тренируете. И вот результат будет содержать и ваши модификации, и то, что было изначально. И все это в одной папке, либо в одном упакованном файле. Если за основу брать модель с английского языка с большим, большая, которая large, которая LG, то в целом наш артефакт, наш результат тренировки будет около или под 1 гигабайт. Поэтому PMML у нас тут точно не зайдет. Хорошо, спасибо. Продолжение следует...